Приглашаю вас со мной посмотреть в Урду выпуск 2.2021. Я начну с тех рисунков, чтобы была понятна общая картина. И если бы я не выписывала этот журнал, то сама бы я его не купила. Потому что модели мне здесь не все нравятся. И в общем-то те, которые нравятся, я бы могла обойтись и без них. Начнем с хорошего. Вот эта кофта мне понравилась. Ну, футболка. Вот этот вариант тоже мне нравится с водопадом и вот здесь со сборкой. Вот это платье тоже очень нарядное и красивое выглядит. На его основе такая же блузка. Вот этот интересный вариант такого дизайнерского платья тоже можно рассмотреть. И вот эти брючки. Очень такие строгие, нетривиальные. Посмотрим, как Бурда предлагает нам их сшить. Из каких тканей, в каких локациях это сфотографировано. И вот первая у нас идет такая блузка на завязках. Это очень интересный вариант. Но мне кажется, это не жизнеспособно в нормальной жизни. Дальше совсем такой, я бы сказала, нестандартный вариант. Это у нас модель 120. Как бы это фуфайка. Она стеганая. Просто на запахе. Там внизу синтепон. Надеюсь, не ват. Ладно, это я. Это мое субъективное мнение. Выкройка имеет место быть. Правда, без воротника. Но воротник здесь бы был лишний. Вот эта кофта мне понравилась. Вот эта футболка. Она из трикотажа. Тут очень интересный рукав. Со складкой. Получается, как бы такой фонарик. Ну, очень классно выглядит. И на картинке. И в жизни она, мне кажется, очень будет жизнеспособна. Так, следующее у нас идет тренч. Пальто. Предлагают нам шить его из габардина. Но мне оно не нравится. Я люблю воротники. Люблю отложные вот эти полочки. Здесь этого ничего нет. Но если вот такой простой вариант. Хотя он не простой. Тут три точки. Ну, три точки это тоже не слишком сложно. Вот здесь интересная кокетка сзади на спинке. Она такая неровная. Немножко уходит в бок. Мне кажется, тоже найдет почитатели эта выкройка. Ну, дальше нам предлагают шить. Что это у нас? Футболка. Длинным рукавом. На реглане. Ну, ничего. Особенно тут так и написано, что очень легко. Вот эта выкройка для девушек с маленьким ростом. Ну, с ростом ниже среднего. Ну, и вот она мне. Юбка на резинке. Ещё тут поверху будет кулиска. И вот так это всё топошится. Ну, по мне так это топошится. И так, если рост маленький, то вот здесь талия. И вот это ещё скрадывает рост. Не знаю. Какой-то неудачный вариант. Вот это платье мне понравилось. Слишком много у него деталей. Как по мне. Такая вот полочка вперехлёст. Потом сверху ещё карманы. Там ещё внизу какая-то кофта. Это не кофта? А нет, это топ. Нет, оно пришивается. Такой вот кусочек маленький. Не знаю. Не моё. Вот эта вот блузка мне понравилась. Которая с водопадом. С кулиской по боку. Не очень удачно сфотографировали. Не видно, насколько вырез глубокий. Насколько вот эти складки не топорщатся на животе. Может, кстати, поэтому она так встала, что она в жизни эта блузка не эффектно выглядит. Такие брючки. Я даже не знаю, куда бы я их носила. Но тоже они простые в исполнении. Из твила. Это такой материал, как габардин. Наверное, чуть потолще габардинов. Вот это платье дизайнерское, которое нам предлагают шить. Мне тут очень нравится, что выточки на груди спрятаны вот в эти швы. Это очень интересный вариант. И оно ещё неровное. И колор-блок. В общем, интересный вариант. Можно подумать, шить его или не шить. Дальше нам предлагают комбинезон из джинса. Мне кажется, оно какое-то не очень... Ну вот как это гладить? Он же помнётся, и вот ты пока ходишь, а тут вот эти вот все заломы и образуются. Причём плюс я спущенные плечи не люблю. В общем, это не мой вариант. Но я бы посмотрела, если кто-то сошьёт, посмотрела бы, как это смотрится в жизни. Потому что в журнале это одно, а когда ты сошьёшь, это совсем другое. Вот это пальто на высоких, оно не очень тут хорошо снято. Тут непонятно, как смотрится плечо, как смотрится рукав. Вот такой широкий и недлинный. Так что неудачное фото из джинсовой ткани, пальто на высоких. И причём вот эти карманы, ну такие сомнительные, мне кажется. Вот это платье мне понравилось. У него сзади есть складка на спинке заложенная, такая интересная. Но из джинсовой ткани я бы не пошила, наверное, его, потому что это моё субъективное предпочтение. Я не люблю джинсы. Вот такое очень непростое платье. Ну оно простое как бы в пошеве, но оно выглядит очень просто. Просто джинсовое платье на пуговицах. Вот, вот это мне нравится блузка. Она на основе того платья, которое мне понравилось. И вот, вот эта вот кокетка мне очень нравится. И как оно идёт, расклешённое от талии. Вот эти рукавчики. Ну, рукавчики, конечно, я хотела бы другие. Дальше. Дальше у нас жилетка. Жилетка не слишком простая. У нас тут три точки стоит. Предлагают шить из джинса. Такого светлого с поясом, с накладными карманами. Вот они, вот эти брючки, которые мне понравились. Они такие лаконичные. Ничего лишнего. Но опять есть джинсы предлагают нам шить. Вот здесь сзади кокетка. Лучше посадка у них сзади. Дальше у нас идут детские вещи. Ну, это простая юбка. Просто юбка-трапецию с карманами. Детское платье на запах, без рукавов. Сзади оборачивается пояс вокруг талии. Прикольное платьюшко такое. Миленькое. Классное. Вот комбинезончик. Ну, прям лялечки-лялечки. Так, у нас размер тут идет до 140. Рост на 140. Ничего необычного. Просто комбинезончик. Ну, в общем-то, все вещи у нас. Ничего необычного. Просто вещь. Мне кажется, очень удобная и функциональная вещь. Единственное, что в туалет будет очень неудобно ходить. Но это уже дело третье. Такая блузочка, что тут как-то слишком большой вырез. Для ребенка, наверное, я бы сделала поменьше. Хотя я бы, наверное, даже не делала этот вырез. Он был бы вот так вот лучше бы смотрелась эта кофточка. Так, ну, вот тут предлагается пошаговый пошив этого платья, сзади которого складка. Можно легко разобраться и сшить его. Здесь нам предлагают сшить фартук, прихватки. Тоже пошаговые инструкции, как это все делать. Так, вот пальто на высокий рост. Именно в том ракурсе, которым я и хотела. Впрочем-то, тут плечи неплохо сидят. Ну, вот рукав широковат, на мой вкус. Две точки, значит, шить несложно. Ну, нет. Хоть я и высокая, но эта модель мне не нравится. Вот тут такая же блузочка на основе этого платья, сзади которого складка. Тоже две точки. Вот эти вот рюшечки меня, если честно, смущают. Вот здесь вот рюшечки даны по горловине. И прям вот сзади заходит вот аж сюда. Мне кажется, они мешают. Я за простоту. Вот оно, платье, которое мне понравилось. Первым делом я на него внимание обратила на тех рисунках. Тут вот на пуговицах рукава и длина мне нравится. Хотя на мою фигуру, наверное, придется корректировать. Длину спинки, да, вот это вот все. Вот они, вот эти брюки, которые мне понравились. Там они сшиты из джинса. Здесь из... Из чего у нас тут? Из хлопка. Мне очень нравится, что они по фигуре сидят, но не в обтяжку. Очень нравится. Еще и со стрелочками. Классно. Так, дальше предлагают нам сшить блузон. На основе той выкройки, из которой шили тренч. Без пуговиц. Хорошая линия плеча. Я люблю, когда четкие плечи. Опять же, без воротника. Я бы добавила воротник. Вот он вот так выглядит. И вот это платье, которое розовое было у нас. С длинным рукавом. Ой, вот тут. С карманами. Здесь предлагают шить из жаккарда двустороннего. Ну вот оно мне не зашло. Это выкройка мне вот не нравится. Я не знаю почему. Это вот оно случается. Либо любовь, либо нет. Вот это юбка в другой расцветке, которая на девушек ниже среднего роста. Вот здесь оно лучше, конечно, смотрится, чем та. Но все равно меня вот эти вот складки потали, которые уходят вверх, меня они очень смущают. Получается, пол тела вообще забирается. Ну вот нет. А вот эта блузочка мне очень нравится. Ее предлагают шить из трикотажа. Ну здорово же. Горошек. Ну прям, прям очень нравится мне. Прям мое-мое, случилась любовь. Вот это платье, которое у нас была такая же кофта с самого начала. Такая же блузка, простите. И вот как оно вот здесь топорщится. Даже на фотографии вот это. И поэтому я решила, что эта выкройка не жизнеспособная. Она не будет выглядеть красиво в отшитом варианте. Ну нет же. Ну вот. А сзади, ну, халат. Хотя, конечно, ткань многое решает. Но по мне так халат. Так, что тут у нас дальше? О, как раз пошаговая инструкция, как сшить кофточку. Но ее и так сшить не очень сложно. Что я кофточка? Вот здесь написано футболка. Или блузка. А вот этот тренч, он был уже в 2019 году. Тоже, по-моему, в зимнем номере. И так он мне нравится. А я его до сих пор не сшила. В этом журнале этой выкройки нет. Но есть такая же на плюсиков. И это прям шикарно. Прям обалденный тренч. Так мне нравится эта выкройка. Прям забледение. Еще в таком зеленом изумрудном цвете его пошили. Прям-прям-прям. Моя любовь. Любовь случилась. Из вискозы. Из вискозы с эластаном сшита. Ну, классно. И очень удобно, кстати, с эластаном. Очень удобно. Он не будет сковывать. А вот здесь еще и на резинке. Это же здорово вообще. Так, дальше у нас идет блузка. Блузку предлагают шить из... Сзади. Сейчас-сейчас-сейчас. Из шелка. Просто V-образная горловина. Выточки на груди. Сзади шевчик. Я думаю, здесь не надо будет никакой застежки. Да, тут не стоит, что застежка. Она так будет пролезать через голову. Так, дальше у нас идет платье. На кулиске. По поясу. Единственное, меня смущает вот этот вот замок на горловине. Есть такая своя изюминка в этом. Вот эта выкройка. Тут ничего сложного. Единственное, что с воротником немножко придется подумать, как это пришить. Дальше у нас блузка. Блузка без воротника. По бокам разрезики с манжетами на пуговицах. О, я люблю сзади отрезную полочку. Тоже классно смотрится. Вот такая же, в другом цвете сшитая. Ну, красиво смотрится, очень элегантно. Так, далее идет у нас пальто с накладными карманами. Я обожаю накладные карманы. Ну, вот я еще люблю воротник, а здесь его как бы и нет. Я люблю отложной воротник, двуборный. Ну, да, конечно, если нужно именно не двуборный, то вот как раз очень классный вариант. Вот идеально то, что я люблю. Двуборный отложной воротник. И тут еще... А, ну, это выкройка на основе тренча, который был у нас изумрудный. Так, а тут у нас блузка. Предлагают шить ее из шелкового крепа. Так, это блузка. Я что-то думала, худе-худе. Нет, блузка прям из крепа, и с выточками, и с манжетами на пуговицах. Но с капюшоном. Ну, классно. Классно, я бы себе тоже сшила. Такой интересный вариант. Так, что тут у нас дальше? Дальше у нас конец. Ну, в общем, вот такой у нас был интересный выпуск. В следующем номере будем ждать вот такие модели интересные в марте. Спасибо за просмотр.